приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня пришла посылка посылка от нашего веселого и жизнерадостного вид шейвера андрея викторовича муканова канал шейвмания . вкб сказал пришлю тебе посылку пускай тебе будет сюрприз единственное что сказал я тебе немножко сполирну небольшой маленький пробный пробничек от clubman pinout dragon moore говорит это вышлю остальное горит не скажу вот гад такой не скажу я пытал пытал выпытывал выпытывал нет ну да ладно это предыстория сейчас мы попробуем быстро распаковать посылку варварским способом при помощи китайского попугайчика так хрязь хрязь чтобы вот это вот все сейчас покажу вот эти вот все не отдирать мы просто просто четко и как вот как получится да раз хрязь еще раз хрязь и пошло вот так вот чего нам тут мелочиться так вот вот уже почти готова чем это все отклеивать потом заклеивать сейчас разломаем ломать не строить понимаете ли вот так вот топ ножик в сторону спокойно ах тут она двойная картонка получилась одну-то китайский ножик прорезала от вторую наполовину только а вот она как она должна была открываться мамами всегда думаешь так быстро а не тут было и вот уже что-то черненькое забелелась беленькая зачернелась сейчас мы это все сломаем и вот что у нас получается тут у нас упаковочная бумага немного заткнем уши потому что все шуршит и что мы получаем а получаем вот такой вот красивый пакет вот сейчас я сменю кадр вот такой красивый пакет от компании летуаль все в принципе по нашей теме духи и там лосьоны все в этом магазине можно купить но опять-таки не все что мы хотели но что-то можно так ну и давайте по порядку где а давайте я так вот руку засуну и где мой муар где мой клабман пинаут а вот он вот такой пробник но все по нашему бритвенному феншую андрей викторович сделать чтобы не здесь не протекло не здесь все 55 защит 8 предостережений 5 предупреждений все правильно так и надо делать бывали такие случаи отправляешь там половина вытечет так вот такая вот бутылка получается у нас с вами пластиковая с дозатором точнее с распылителем и вот что вот так вот так вот говорит по скромному тут миллилитров наверное 70 это точно если не 100 ну так на вскидку от все отлично так ну и дальше так теперь где мои сюрпризы как сказал андрей викторович пускай сюрприз будет так это у нас что а это у нас я понял но это вообще и применяется для табачных трубок да для муштуков а можно применять для чистки собственно говоря бритвенных станков я уж распаковывать не буду все поняли такие небольшие щеточки три щеточки все отлично так дальше и тишкин ты самокат а это уж не не black land ли ладно погоди о хэнсон хэнсон так погодите там еще что то есть погодите там еще что ухты пола так ну и полу это разорок а тасс а тасс и маленькая тележка и супер да я честно говоря все у меня весь текст который я заготавливал закончился просто сразу хотел там про андрей виктор еще что-то сказать что мне часто присылает часто одаривает как говорится поддерживает канал в общем всяких всячески миссии силами правдами и неправдами а это не у нас колония рейзер это уж не генерал ли так стоп давайте начнем наверное с маленькой упаковки елки зеленые у меня это я не знаю как у вас я когда вижу такие бритвенные станки у меня начинается это легкое потряхивание рук и замирание сердца давайте начнем с разорока что у нас кстати оригинальная стали они делать выпускать но в принципе уже давний давненько не только сейчас такие вот под кожу мы будем считать кожаные чехлы они удобные просто раз до 2 дверка быстро открывалась и что у нас там а а тут у нас есть я не ошибаюсь baby s bbs от разорок до вроде когда так погодите сейчас я возьму что-то пылеудаляющие и плита зачищающие мама мия какая красота я не знаю как вы я вот как увижу что-то такое нержавеющие блестящие у меня все у меня прямо залипание идет посмотрите сейчас мы вставим лезвие и взвесим чтобы не быть голословными так секундочку и для начала посмотрим на нижнюю плиту сейчас я уберу пластину которая предохраняет нижнюю плиту от вытирания царапин и механических воздействий и посмотрим смотрите розорок канада по моему серийный номер вам лучше видно кстати говоря чем не потому что я смотрю через камеру вы смотрите в принципе очень крупным планом это у нас была нижняя плита верхняя плита посмотрим кому интересно по обработке здесь и здесь видите так теперь лезвие все это здорово прекрасно все а и конечно же позаботился андрей викторович авторопластовый а где у меня ручка шайбе о все слышали такой щелчок характерный когда лезвие изгибается в станке делай так есть довольно таки приятный звук но всяком случае ушам бритвоманов и посмотрим на эту красоту посмотрим на мощь и значит блеск нержавеющей стали и посмотрим естественно по вылету просят просят да я уже 25 раз говорил что это неблагодарное дело показывать вылет потому что блики преломляющие там и света и все такое и в общем может показаться не так как есть на самом деле но посмотрим в диагональ посмотрим может быть еще сверху я говорю потому что бывает маленький вылет совсем незначительный еле еле микронный а блик дает на плиту на лезвие к штамму просто гигантский вылет но все-таки наши товарищи просят с лезвием ну ладно с лезвиями что тут сделаешь опять-таки я говорю что тут целостности картинки не будет тому что вот из-за этих вот бликов лучей преломлений цвета и так далее так теперь мы берем что ну и чехол чехол еще раз говорю удобный бросили все он вам и чехол вам он вам и приятный приятный кейс и в руках и все как мы как говорится обожаем так и теперь посмотрим что у нас будет на весах если мы если мы положим станок на эту электронику так по нолям а так он станет нет а не так не станет а вот так вместе с лезвием из фторопластовой пластиной 105 грамм ровно довольно таки приличный вес ручка удобная цепкая красивая ну вообще я я в шоке честно андрей викторович сюрприз так сюрприз ладно пока весы в сторону разорок мы тоже уберем а что у нас дальше а давайте мы посмотрим что вот в этой чудесной коробке с тесемкой так точнее с резинкой но я все-таки полагаю что это идет генерал потому что кто-то говорил что мне тоже хотел заказать ну так намекал так ну опять таки посмотрим обыкновенная классическая коробка белая на черном колония рейзер вот и посмотрим что у нас внутри так а вон она как сделал я думал знаете будет какая-то вот выемка ну узнать как вот пропил что ли для специально для значит станка здесь такого нет ну в общем то и так хорошо и так в общем то не потрется ничего не сломается потому как довольно таки неплохо защищена сейчас мы на всякий случай от шума и пыли от технического такого да знаете всякого мусора бывает попадает ну там что-то упаковочный материал или какая-то небольшая пылюка с грязюкой именно от заводская так что вот так посмотрим а лезвие ты не взял такие молодец красивейшая ручка такая знаете сатинированный вариант как мы выражаемся как сатинированный глянец или как он идет тоже очень красиво и я все я замер трибуны замерли и все опять все-таки проложил это вот вот этот значит пластинка который любезно и заботливо андрей викторович поставил в этот станок это не заводская это уже как говорится его инициатива чтобы мне не бегать не прыгать не искать эти пластинки чтобы не вытирать и значит и нижнюю плиту все он уже продумал спасибо так мы надо теперь где-то добыть кое-что что туда ставить дождите секунду а в данный бритвенный станок мы ставим что-нибудь вот эдакая красивая японская блестящие настоящие так пока в кадре покрасуется коробка от значит лезвий к и а мы сейчас достанем попробуем достать лезвие извлечь его так сказать и попытаться попытаемся это лезвие вставить станок генерал от компании колония и много много андрей викторов ты как-то маленькая елочка которая много много радости детишкам принесла а я правильно ли вставляю елки зеленые молодец так ну да мы все правильно должно быть почему так спокойно маша я дубровский вы сейчас смеху будет если не скажет ведь шейвер не правильно все потому что у всех знаете вот эти крепежи которые держат лезвие у всех разные как лего куда вставлять оказывается вообще вот с этой страны вставляется и все никак не откручивается посмотрим значит по вылету опять таки я попытаюсь это сделать насколько смогу ну нам подождите без камеры посмотрю очень средний вылет ближе к ближе к небольшому да сейчас мы все это дело взвесим потому что я начинаю затягивать обзор сам это чувствую но я начинаю любоваться действительно так уберем пока коробку от компании кай и возьмем из и от неизвестной китайской компании ноунейм так посмотрим но станок тяжелый металл 91 грамм да ровно 91 грамм ровно здорово прям очень хвалил в свое время такой станок генерал андрей викторович и дальше давайте медленно но верно перейдем компании канадской тоже хэнсон хэнсон шейвин и посмотрим что внутри посмотрим что внутри в конце концов этой гадите немножко разберусь приберусь этой коробки так еще надо прикинуть как она открывается а открывается на вот таким образом много макулатуры на макулатура нам не нужно просто обозначим ее вот таким образом это для тех кому интересно я думаю что многие мне интересно поэтому мы сразу в сторону эту макулатуру не будем ее читать а зачем вам читать что мы не знаем как лезвие в станок дообразной ставить лезвие astra здесь есть специальный пропил ну такой номинальный скажем для станка и сейчас посмотрим давайте уберем чтобы не мешать никому не себе не ему вот так вот и оставим один станок везде везде поставлены пластинки еще раз спасибо большое за заботу и за все за все сюрпризы значит тоже канадская компания алюминиевый станок очень легкий ну как фломастер можно сказать как карандаш такой вот знаете такой как детская игрушка я имею ввиду по весу а так посмотрите специальные насечки ну-ка попробуем насечки такого знаете плана ближе к наждачному бумагам грим рашпильная насечка но за счет того что здесь вот пропуски идут не вся она полностью значит из состоит из этих насечек она такая просто цепкая ручка и все эти не везде тут здесь пропуск здесь пропуск и дальше вот идет на такая цепка и и довольно таки приятная ну скажем сильно не по нервам них них не рубит так так посмотрим покрутим по моему это хансон медиум если я не ошибаюсь цвет green но вы знаете я вот насчет там написано да вот я смотрю на коробке green но для меня green он какой-то определенный сходит а больше какой то пускай будет болотный плюс green что-то такое а камера вообще передает немножко зеленоватого цвета такого болотного так где у нас еще лезвия сейчас вставим посмотрим полюбуемся нижняя верхняя плита спокойно и по моему что-то там написано если я не ошибаюсь но я нифига не вижу меня все бликует поет и ликует и поэт и бликует и поет так теперь осталось нам лезвие положить на плиту мы полюбовались посмотреть что у нас будет с лезвием спокойно и x и накрываем значит верхней плитой пластинку мы не трогали начнут соответственно спокойно встает там где и было так но для тех кто просил еще раз попробуем вылет просто минимальный микронный я бы даже сказал меньше чем в пресловутый знаменитый и ужасный ужасном бритвенном станке от мюлли мюлли r41 при вообще не видно практически вот если вот так вот поставить как вот ты бреешься вот вот предположим в таком порядке вот видите его практически не видно но есть конечно свет понимает поймать то получается что вроде как бы есть вылет а так на самом деле его нет про того суслика в дмб помните а он есть видишь и я не вижу он есть красивый станок довольно таки но у компании есть много других цветов насколько я знаю я хочу просто взвесить про очень легкий очень легкий возможно его можно отнести к тревел варианту не знаю если судя по весу да кто кому не нужен перегруз и посмотрим так нет он так не встанет а вот так ляжет 38,5 грамма всего лишь вместе с лезвием и со пластинкой вот защитный вообще ну просто и давайте просто на всякий случай перезвесим мне кажется до 38,5 очень легкий станок отложим наверное в сторону и самое наверное такая тяжелая артиллерия как мы выражаемся в нашем бритвенном мире пойдет blackland вообще станки конечно не из дешевых и розорок конечно и генерал компании colonial razor вот а сейчас у нас blackland идет так погодите сейчас я это все приберу уберу тоже много макулатуры на который мы не будем заострять внимание потому что сколько уже нифигасе сколько уже 18 минут говорил над без лезвий было бы 10 минут ну тоже красивые фотографии но глупо бы было у такой компании чтобы не было еще красивых фотографий и что мы получаем здесь здесь мы получаем уже более серьезный подход к делу то есть все защищено вот смотрите так просто даже потрясу чтобы было не голословно так просто ничего не выбьешь станок не вылетит лезвие собственно говоря тоже правда не вижу какие лезвие но дело не в этом дело у нас не в лезвиях сейчас а дело у нас в станке а станок мы посмотрим поближе ну красота конечно это уже что-то с чем-то ох ты американцы что нам нам сделали посмотрите сейчас я пытаюсь поймать свет чтобы было видно виден этот бандитский форс видите мэйден и весей вот всегда приятно я всегда это отмечаю когда а вот тут название компании сейчас подождите чтобы было все здорово и по-моему серида и по моему до серийный номер идет видите круто я уж насколько может можно вот вот так хорошо видите немножко в диакональ пошел круто красиво сейчас мы его развить им рассмотрим посмотрим по плитам до андрей викторович да нет слов правда и ручка посмотрите ну все эх вот здесь не хватает знаете как вот яки пишет какой тоже там blackland какой-нибудь или там по буквам так посмотрим раскрутим все чинно четко благородно посмотрим еще раз на нижнюю плиту которая только что показывал откроем ларчик просто открывался у нас или не просто и вот что у нас получается верхний здесь нижний там такая вот красота так теперь что нам осталось осталось вставить лезвие и начать бриться давайте прямо сейчас побреемся чё нам что нам стоит дом про строить нарисуем будем жить помните так об хоп раз-два хрячь-хрячь молодец пластинка то у нас здесь одна загрустила а мы не дадим скучать и посмотрим как будет выглядеть станок вот эти вот еще знаете вот такие как будто книжки до положено друг на друга или дорессорная сталь да вот так другу дружка на дружку сейчас я попытаюсь еще раз сделать угол а вот здесь проверить и без камеры ну такой ближе к среднему вылет на мой взгляд а дальше смотрите сами кому интересно смотреть с бликами ну все равно конечно не не то пальто естественно тут есть и блики и совсем так ну совсем полной картины не будет ну и по ручке еще раз посмотрим полюбуемся на эту красоту даже децибелы снизу потому что действительно конечно это это классно это круто и здорово приятно весело нарядно очень удобная ручка такая необычная с широкой площадкой для тех кто любит бриться на мизинце просто знаете вот как говорят музыкальный инструментом скрипка страдивари да вот пример приводит как эталон какой-то супер искусство супер красоты супер звука также вот и здесь что-то такое что-то очень изящное изысканное непревзойденное классно правда ну ладно все давайте заканчивать посмотрим что у нас на весах и на часах уже начинаем затягивать да но надо было уж поросили с лезвиями извините терпите так и что у нас следи а зачем я так сделал тут же площадка здесь спокойно вот так вот поставим и 119 целых четыре десятых грамма вот такие вот пироги с котятами их едят они пищат но вот здорово здорово я все я ладно обратно все вернем на место я уж не буду коробки все возвращать возвращу только станки которые были сегодня на распаковке еще раз хочу поблагодарить андрея викторовича муканова канал шейвмания . вкб огромное спасибо ну и больше всего мне конечно понравился из всех присланных подаренных конечно вот это самое главное как сказал андрея викторович ну там немножко лосьон остальное смотри разберешься но в принципе на этом а как же я без без вот это вот здесь же тоже был участник значит его нужно показать и показали и убрали потому что картинка будет веселее а на этом братцы у меня на сегодня все я с вами прощаюсь желаю вам бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч